Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава ИТРО, но Ту-Би-Шват. Сегодня мы празднуем Ту-Би-Шват. Давайте о нем и поговорим. Это Новый год деревьев. Встает вопрос, почему мы, а не деревья, должны праздновать этот праздник? Ведь это их праздник. Ответ заключается в том, что в Торе сказаны слова. Быть может, человек дерево поливает. Тора сравнивает человека с деревом. Значит, это и наш праздник. Любавический Рэбе задается вопросом, почему Тора сравнивает человека с деревом? Ведь человек больше похож на животное. Ест, пьет там, я знаю. Некоторые животные даже как попугай разговаривают, передвигаются с места на место. Может, нам праздновать Новый год животных? Но Рэбе говорит, нет. У дерева есть уникальная добродетель, которой не обладают другие, даже более высокоорганизованные виды. Какая? Как вы думаете? Секунду даю подумать. У деревьев есть... Они связаны с местом, на которое выросли. Всегда связаны с корнями. Животные мобильные ходят. Признак того, что они живут, это способность двигаться. Однако существование растений зависит от их связи с корнями. Они именно так дают плоды и размножаются. В этот день надо искать какие-то свои сущности, связанные с корнями. В этот день корни получают новую энергию на целый год. Вот если вы обратили внимание, перед этим праздником иногда заканчиваются силы. Потому что человек это дерево полевое. И вот с этого дня мы получаем новую энергию какую-то такую. Чем глубже корни прорастают в землю, тем сильнее дерево. Тем лучше оно может противостоять любой буре. Чем сильнее и глубже корни, которые мы воспитываем, в том числе и детей, прикрепляя их к традиции. Чем больше мы будем знать историю семьи, он будет знать. Кем были его отцы, деды. Какой путь они прошли. Как это все произошло. Тем больше в жизни шансов, что он выстоит в любых штормах. И они ему не будут не страшны. Корни это духовность. Это Бог нас создал всех, а не мы создали себя. Значит корни у него и к нему надо стремиться. В Новый год деревьев холодное обычно время. В это холодное время замерзшие деревья. Они трепетают их эти ветры. Но на первый взгляд может показаться, что положение безнадежно. Но с наступлением Тубишвада происходит пробуждение. Написано, что в этот день в дереве начинается такой пожар. И подобно воскрешению из мертвых, оно приобретает способность цвести и плодоносить. С этого дня мир переходит с холодного, так сказать, на возвращение к жизни. Тубишвад обычно едят, если могут достать 15 видов фруктов и столько, вообще сколько удастся найти плодов, которыми прославлена земля Израиля. Очень полезно читать псалмы со 120 по 134. Написано, это приносит большую пользу. По традиции стараются украсить дом или цветами, или фруктами, или чем-нибудь. Очень хорошее обычае, которое описано в Кабале, это дать пожертвования в Тубишвад в размере кратном 91 пруту древних монет. Соответственно, с числовым значением слова Илан, дерево. Ну то есть каждый в своей стране. Там в России 91 рубль, в Украине 91 гривна и так далее. Другая сгула сегодня, это читать молитву о идеальном Итроге. Это день, когда мы просим Бога даровать нам в праздник Суккот хороший, кошерный, замечательный Итрог. И написано, что это доходит. В этот день можно почувствовать пожар, зарождающийся внутри деревьев, то есть и нас. Понимаете? То есть это шанс начинающий съедать отчаяние. Надо ощутить киплящуюся вот такую надежду в душе. Надо почувствовать, что мы не утратили жизнеспособность. Мы не сохли, не увяли за тяжелую зиму. Вот в этот день пробуждается надежда. Она возвращает такой вот приход будущего, начинается. Будущего, которого пока мы не видим на горизонте. Но даже если снова наступают холода, или в честь праздника Тубишват, мы понимаем одно. Это праздник, суть надежды. В конечном счете, с Божьей помощью, эта надежда взрастит восхитительные плоды. Кстати, мы должны в этот день особенно пытаться взрастить в себе цветочки, такие радости, из которых будут потом вырастать. Краткая история, иллюстрирующая возрождение надежды. В Нейбраке открыли когда-то много лет назад, после войны, общежитие для девушек, переживших катастроф. Атмосфера там была, сами понимаете, такая траурная, тяжелая. Одна потеряла семью, а Таня не знает, что происходит. Ну, короче, война, ужас, голод, слезы рекой, горе огромное. И вот одна из девушек обручилась. И начался какой-то, вот люди начали улыбаться, осветили темное царство это. В субботу в трапезе радость прорвалась, и девушки начали все громко петь. Район религиозный, один человек, живший по соседству, прибежал к Хазонышу. И говорит, Раф, ведь женщинам нельзя петь так, чтобы их слышно было на улице. Это нарушение, нужно протестовать. Хазоныш спрашивает, как они уже поют, как же я счастлив, как же я рад. Вы понимаете, как вот по-разному видим этот мир. Тора, как известно, учение для каждого. Так что это указание для каждого человека. Если он пережил какое-то, не дай бог, тяжелое событие, там страшное, не дай бог, пусть не требует от себя сразу вернуться в привычное русло. Ему надо знать, что надо какое-то время, пока его лицо снова засияет, пока он восстановится, пока вернется в норму. И все это начинается с сегодняшнего дня. Еще, знаете что, время самый лучший доктор. Со временем действительно все приходят в себя, и деревья, и люди. Две эти вещи очень важно знать. Даже в самое холодное время. Вы должны помнить, что будет весна. Помните? Будет весна, вы уверены? Да, я уверен. Я уверен в этом. Я хочу пожелать всем хорошего праздника, хорошей недели. Брахава, отслаха, всего самого-самого лучшего. Спасибо.